В нынешний раз для специалистов Центра гигиены и эпидемиологии точкой проверки стал один из продовольственных магазинов Новоповодска. В центре внимания соблюдение всех рекомендуемых мер против коронавируса. И здесь ответственность прежде всего несет администрация магазина. Также здесь отвезли на всех нас объявления. Ну и хочу сказать, что наш директор очень заботится о нашем здоровье. И вот дополнительно нам еще вот такие защитные щитки нас обеспечили. В форме маски. Работа Центра гигиены и эпидемиологии направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И носит профилактический предупредительный характер. Регулярно проводятся мониторинги, соблюдение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Выдаются рекомендации. Если же нарушения на объекте выявляются повторно, то субъекты хозяйствования привлекаются к административной ответственности. Только в Новополоске за пять месяцев 2021 года составлено 23 протокола на торговые объекты. К слову, в ходе рейда в этом магазине покупателей без масок было немало. Почему вы без маски в общественном месте? Просто мне уже надоело эти маски. Вы же понимаете, насколько это важно защитить себя и окружающих от коронавируса? Ну, я не ношу ее уже вообще никогда. Я ее все время не ношу. То есть, получается, вы нарушаете решение горисполкома, да? Я не знаю. Это надоедает все. Мне дышать вообще трудно. Сейчас действует везде масочный режим. Вот вы без маски в общественном месте. Почему? Ну, во-первых, я аллергик. У меня течет с носа. Я просто маску сейчас не могу одеть. Потому что через пять минут станет мокрый. Почему вы без маски? Через раз душу. И так еще маска закрывает. Вот у меня инвалидность. Сейчас действует масочный режим. Почему вы без маски? А почему зашли в помещение без маски? Потому что я на расстоянии от других нахожусь. Тут нет социального дистанцирования в магазине. И вы должны носить маску. Вы об этом знаете. Я на расстоянии соблюдаю. Помимо магазинов, проверки проводятся и в других общественных местах. Замкнутое пространство, ограниченная площадь, транспорт, место скопления людей на очень близком расстоянии. В числе объектов проверки маршрутные такси. Рейсовые автобусы и не только. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии активно ведут мониторинг, соблюдение эпидемиологического режима перевозчиками. Нарушений выявлено немало. На данный момент, текущего года, выдано более 50 рекомендаций в адрес транспортных организаций и пассажирских перевозчиков. Составлено 12 протоколов на руководителей организации и водителей маршрутных такси за несоблюдение масочного режима и требований санитарного законодательства. Сейчас в Новополоцке действует масочный режим. Почему вы без маски в общественном транспорте? Знаете, что это защищает людей от коронавируса не только вас, но и окружающих пассажиров? Ответа нет, да? Сейчас в Новополоцке действует масочный режим. Вы в общественном транспорте без маски. Почему? Ну, я привитая уже. Не переживаю за этот вопрос. Ну, а это не освобождает от ношения маски. Вы можете быть переносчиком для других людей. Ну, хорошо, я сейчас одену маску. Сейчас в Новополоцке действует масочный режим. Вот вы сидели без маски. Почему? Не знаю. Забыли просто? Да. Хорошо, спасибо, что надели. В связи с тем, что случаи инфекции COVID продолжают регистрироваться в городе, Новополоцким горосполкомам принято решение 28 мая о продлении режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории города Новополоцка. Поэтому остаются актуальными все рекомендуемые меры по профилактике коронавирусной инфекции. И все эти меры уже хорошо нам известны. Социальное дистанцирование, обработка рук антисептиком, уборка с применением Д-средств и, конечно же, ношение средств защиты органов дыхания. Тем не менее, сейчас все больше людей игнорируют требования масочного режима. И, конечно же, за каждым не уследишь. Но не стоит забывать, что наше здоровье, прежде всего, зависит от каждого из нас. Надевая маску, вы защищаете не только себя, но и окружающих. Только вместе мы сможем побороть коронавирус. Глеб Рокофьев, Сергей Золынский, телеканал «Звезда».